Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вам доклад на тему экстракорпоральной гемокоррекции в сопроводительной терапии первой линии метастатического колоректального рака. Еще в IV веке до н.э. древнегреческий врач Гиппократ высказал предположение, что у медицины есть искусство, прибавление и отнятие, отнятие всего того, что лишнее, и прибавление же недостающего. И тот, кто наилучшим образом это сделает, тот и наилучший врач. Отдаленным прообразом современной экстракорпоральной гемокоррекции можно считать метод кровопускания, который в средние века широко использовался и применялся для лечения многих заболеваний. Но прошло уже более 100 лет с момента удачного первой процедуры плазмофореза, которая была выполнена на базе Войнобедицинской академии. И первая публикация этой работы датировалась 1914 годом. Ее авторы – это два российских утеных – Юревич и Розенберг. Гемосорбция является методом экстракорпоральной гемокоррекции. Механизм действия основан на том, что кровь пациента контактирует с орбентом вне организма человека, и за счет удаления из крови различных токсических субстанций происходит такое прямое детоксикационное действие. И что позволяет нивелировать побочные действия цитостатической терапии, уменьшить потенциал токсичности. Прежде чем продолжить доклад, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Используете ли вы в своей повседневной практике методы эферентной терапии? Спасибо большое за участие. Я примерно так и представляла, что вы так ответите. Дальше будем разбираться. Целью нашего исследования было улучшение результатов лечения первой линии пациентов метастатическим корректальным раком с применением метода гемосорбции. Основными задачами были оценка эффективности и безопасности такого комбинированного подхода с использованием стандартных режимов химиотерапии по схеме Фолфокс, таргетной терапии бивоцезумабом и метода гемосорбции. Далее мы определяли когорту пациентов с наиболее пользой от сочетанного вида терапии, оценивали влияние на качество жизни и изучали фармакокинетику бивоцезумаба до и после проведения гемосорбции. В исследовании приняли участие 60 пациентов, которые были разделены на две группы. В первой группе пациенты получали химиотерапию по схеме Фолфокс, во второй группе также по схеме Фолфокс с гемосорбцией и с бивоцезумабом. Режимом химиотерапии была выбрана схема Фолфокс стандартная, которая повторялась каждые 14 дней. Гемосорбция проводилась на аппарате Гемофеникс на 4 день каждого цикла, а введение бивоцезумаба на 5 день каждого цикла, только во второй группе. При этом медиана циклов составляла приблизительно 6 циклов. Процедур гемосорбции за период лечения получали около 5. Хирургическое лечение до проведения химиотерапии проводилось у более чем половины пациентов. Преимущественным большинство пациентов имели левостороннюю локализацию первичной опухоли как в одной, так и во второй группе. Что касается зависимости локализации от характеристики, следует отметить, что наследственный анамнез в обеих группах не отличался. Единственная разница была выявлена в чистоте первичной метастатических форм, которые чаще всего встречались. Это может быть связано с тем, что пациенты первичной метастатической формы с правосторонней локализацией имели скрытую симптоматическую картину и в последствии этого позднее обращение за медицинской помощью. Молекулярно-генетический профиль пациентов был характеризован прежде всего о наличии мутации кераз, как и в первой, так и во второй группе, в диапазоне от 20 до 40% частота встречаемости. Эффект проводимой терапии также был оценен во вдруг группах пациентов. Оказалось, что клинически значимый ответ и частота объективного ответа значительно чаще встречаются у пациентов во второй группе, то есть у пациентов, получающих трехкомпонентный вид терапии. На данном слайде представлена зависимость ответа на лечение от локализации первичной опухоли. Оказалось, что наибольшей эффективностью, наибольшей пользой от лечения в сочетании химиотерапии по схеме фулфокс, бивоцизумаба и гемосорцией имеют пациенты с правосторонней локализацией первичной опухоли, прежде всего за счет большой частоты частичных регрессов и стабилизации. Также трехкомпонентный режим оказались эффективными и во второй группе с левосторонними первичными локализациями, но там выигрыш состоял за счет увеличения частоты частичных регрессов. При оценке выживаемости у данных групп пациентов выявилась статистическая значимость различий между медианой времени до прогрессирования в первой и второй группе и составила 7,1 против 10,7. Токсический профиль пациентов чаще всего характеризовался нежелательными явлениями первой и второй степени, такими как тошнота, диарея, периферическая полинаэропатия и общая слабость. И различий между данными в двух группах не было получено. Также у пациентами самостоятельно оценивалось качество жизни путем заполнения опросников и до начала лечения и после. И показано, что на фоне лечения происходит тенденция к улучшению качества жизни у данных пациентов. На данном слайде представлена описательная статистика. Мы определяли у 9 пациентов концентрацию бивоцизумаба до и после проведения гемосорбции, и оказалось, что статистически значимых отличий не получено в первой и во второй точке, то есть до и после гемосорбции. Таким образом, применение ферентной терапии как одного из этапов комбинированной терапии, сочетаемой в себе стандартные режимы химиотерапии, таргетную терапию бивоцизумаба, показалось эффективным и имеет умеренную токсичность. Наибольшую пользу от комбинированного подхода, сочетающего химиотерапию, таргетную терапию и гемосорбцию, имеют пациенты с правосторонней локализацией первичной опухоли. Также комбинированное лечение с использованием гемосорбции позволяет сохранить хорошее качество жизни у пациентов. И применение ферентной терапии не влияет на концентрацию бивоцизумаба у пациентов, получающих. Такой короткий клинический случай. Пациент 67 лет, 15 февраля 2016 года, был экстренно госпитализирован в городской стационар с подозрением на острую толкостолстокишечную непроходимость. При обследовании у пациента диагностирован рак сигмовидного отдела толстой кишки ПТ-4 на 1,1, с метастазами в регионарных лимфатических узлах и канцерматозом брюшины. 17 февраля 2016 года проведено хирургическое лечение, комбинированная резекция сигмовидной кишки. По гистологическому заключению выявлена низкодифференцированная аденокарцинома с образованием персневинных клеток и также выявлена мутация геники РАС. С апреля по август 2016 года проведено 6 циклов химиотерапии по схеме Фолфокс в комбинации с гемосорцией. Достигнут частичный регресс. Через год от начала терапии у пациента выявлено прогрессирование и сразу начата вторая линия химиотерапии с учетом молекулярно-генетического статуса с добавлением бивоцезумаба к схеме Фолфири. И таким образом выживаемость без прогрессирования у данного пациента составила около 12,5 месяцев, а время наблюдения за пациентом с неблагоприятным прогнозом, таким как низкой степени дифференцировки опухоли, операции в условии кишечной непроходимости, наличие мутации в генике РАС, правосторонней локализации составило около 28 месяцев. И последний слайд. Как вы считаете, применима ли ферентная терапия в практике химиотерапевта? Спасибо за ответы. Данный опрос показал, что все-таки мой доклад не остался неуслышанным и несколько поменяло ваше мнение об эфирентной терапии. Спасибо за внимание. Благодаря коллеги, будут ли вопросы к Зарине Сергеевне? Все-таки тогда у меня вопрос. Зарина Сергеевна, если мы сейчас говорим о возможности применения данного метода гемосорбции в практике химиотерапевта, могли бы вы все-таки четко сформулировать показания для применения данного метода? Данный метод может применяться, на мой взгляд, при любых локализациях в отношении заболеваний кишечника, если говорим, поскольку изучали на этих пациентах. Даже не про локализацию говорим, а конкретно показания. Когда и кому? Это же метод, который сопроводительная терапия, который направлен прежде всего на улучшение качества жизни и следствие купирования тех или иных проявлений либо побочных эффектов, либо токсичности основного заболевания. Вы могли бы четко сформулировать показания к этому методу? Я думаю, проведение эфирентной терапии показано, может быть, являться всем пациентам при ожидаемой продолжительности жизни больше трех месяцев и планировании длительного ведения пациента, длительного лечения его, то есть контроля над заболеванием. То есть целью купирования побочных эффектов? Да, при планировании длительного лечения, с целью купирования возможных нежелательных явлений на фоне этого длительного лечения, мы можем применять метод эфирентной терапии для улучшения качества жизни при данном подходе, то есть подход над контролем заболевания. То есть в том числе у больных, получающие таргетные препараты, в том числе и антитела, являющиеся крупными молекулами. Да, и в том числе действительно с таргетными препаратами. Субтитры создавал DimaTorzok